Всем добрый день! Сегодня готовим замечательный салатик, который называется Остров сокровищ. Очень вкусный, сочный, в нем отлично подобраны все продукты, отличное сочетание. Приготовьте для разнообразия. В первую очередь нам необходимо почистить кальмары. Я знаю, что многие не любят этого делать, но я вам сегодня покажу, как сделать это без особого труда. Берем кальмары и заливаем их кипятком. Оставляем на 3 минуты. Вот когда вы их начнете заливать кипятком, сразу увидите, как шкурка начинает быстро сворачиваться. Тем временем берем 3 яйца, добавляем немного черного молотого перца, щепотку соли, столовую ложку крахмала и все хорошенько взболтаем. Блинную сковороду я хорошо разогрела и слегка смазала ее растительным маслом. И теперь из яиц я испеку яичные блинчики. Ну, сколько получится, 2 или 3, в зависимости от диаметра вашей сковороды. Так, уже подрумянился. Теперь переворачиваем. Блинчики готовы. Посмотрите, с кальмаров я слила грязную воду и вот так они уже выглядят. Теперь я почищу их от остатков вот этой грязной кожицы и буду чистить кальмаров внутри. Остатки шкурки с кальмаров снимаются очень легко. Да, в принципе, когда вы обдаете их кипятком, шкурка вся уже практически сворачивается. Останется только хорошенько кальмаров промыть. Теперь разрезаем кальмаров вдоль и вынимаем вот эти вот внутренности. Я еще сразу для удобства отрезаю вот эту вот часть. Вот смотрите, теперь вы можете снять уже с кальмаров вот эту пленочку. Она очень хорошо, в принципе, уже отделяется. И кальмаров отварить в течение трех минут. Я так раньше делала, но теперь я делаю по-другому. Я кальмаров не варю, так они остаются просто супер нежными. Я их заливаю кипятком трижды на три минуты. Первый раз мы их с вами заливали перед тем, как их чистить. Теперь заливаем кальмаров второй раз и также оставляем на три минуты. Не переживайте, что кальмары останутся сырыми, недоваренными, что в них будут паразиты. В любом случае кальмары у нас подвергаются достаточно длительной термической обработки. Мы их заливаем кипятком на достаточно длительное время, но при этом кальмары останутся очень нежными. Воду слила и последний раз заливаю кальмаров кипятком. Вот смотрите, после того, как у нас кальмары постояли три раза в кипятке, пленочка вот эта отделяется вообще очень-очень легко. Я ее отделяю и кальмары промываю холодной водой. Кальмары я промыла, обсушила и теперь нарезаю на тоненькие полосочки. Разрезаю тушку пополам. Вот так тоненько режу. Лук я нарезаю небольшим кубиком. Морковь тру на крупной терке. В сковороде я разогреваю немного растительного масла. Обжарю лук до полуготовности. Все, когда лук стал прозрачным, добавляю морковь. Буду обжаривать все вместе до готовности. Минутки три. Когда лук и морковь уже готовы, я выдавлю сюда пару зубчиков чеснока. Перемешаю и слегка обжарю до появления такого яркого чесночного аромата. Затем выключу огонь и можно снимать лук и морковь, чтобы они остыли. Яичные блинчики я заворачиваю в рулетик. И тоже нарезаю тоненькой соломкой. И все отправляем в одну миску. Кальмары, яичные блинчики, пережаренные лук и морковь, кукурузу. Жидкость, конечно же, предварительно сливаем. И в самую последнюю очередь яблоко я очищаю от кожуры. Нарежу небольшим кубиком и добавлю к остальным продуктам. В салат добавлю немного черного молотого перца. Слегка посолю. Заправляю салат майонезом. И все хорошо перемешиваю. Салатик готов. И остается его только немного украсить. Я выкладываю салат на блюдо. И делаю из него вот такую вот горку. По краю тарелки выкладываю листики петрушки. И сверху салат я украшу икорной закуской. Можно, конечно же, икрой. Но она здесь служит только украшением. Поэтому не думаю, что стоит тратиться. А вообще можно еще салат украсить каким-нибудь ягодами. Например, посыпать клюквой или брусникой. Будет вообще очень красиво. Посмотрите, какая красота получается. Салатик очень вкусный и сочный. Благодаря тому, что в его составе есть кукуруза и яблоко. Приготовьте, попробуйте. Надеюсь, и вам такой салат тоже придется по вкусу. А я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю вам отличного настроения. И всего только самого доброго. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите ваши комментарии и отзывы. И ставьте лайки. Для меня это лучшая награда. Пишите ваши комментарии и отзывы.